Всем привет, канал Аградвиж. Сегодня, как и обещал ранее, в группе в Вайбере, разберем работу, как правильно пользоваться прибором-кондуктометром. Когда-то я тоже, когда впервые занимался агрономией, когда в этих теплицах, где сейчас нахожусь, начинал выращивать, и что такое электропроводность воды, я не знал, как этим прибором пользоваться, и что он вообще существует в мире, я не понимал. Но время заставило все-таки это изучить и правильно пользоваться данным прибором. Возможно, для большинства из вас это видео будет неинтересно, потому что все уже имеют пользу, знаю, что есть кондуктометр, есть показатели в Мелисименцах. Но все же, немножко о теме. В Ютубе есть видео, которое называется «Как правильно вскипятить воду». Там видео длину в 10 минут, набирают воду в какой-то там сосуд, ставят на огонь. То есть все элементарно, ребенок 7 лет, это с этим справляется очень просто. Но видео популярное, у него миллионы просмотров. Так само, допустим, и мое элементарщина, но это нужно знать, если интересно. Так, давайте ближе к теме. Прибор, кондуктометр. Вот у меня какой прибор? Это прибор от компании Валаграм. Подогнали мне за то, что мы пользуемся удобрениями. Спасибо компании Валаграм за то, что работает и не подводит уже не один год. Измеряет электропроводность воды. Что такое электропроводность воды? Это показатель наличия солей в растворе. То есть чем больше солей в растворе, в воде, тем больше будут показатели этого прибора. В Мелисименцах измеряется. Чем меньше солей в растворе, тем меньше электропроводность, тем меньше будут показатели этого прибора. то есть суть ясна и как им пользоваться чтобы правильно им пользоваться необходимо для начала иметь кондуктометр откалиброванный чтобы он отвечал в действительности что происходит включаем и даем время ему подумать он показывает заряд батареи ему нужно загрузиться показывать температуру температура та которая сейчас находится та которая сейчас на электродах то сейчас 27 градусов цельсия и далее уже можно вставлять когда он загрузился прошло 10 секунд вставлять в раствор и измерять электропроводность подадим так вот а кондуктометр от валагра так смотрим показания на кондуктометре 0 миллисименсов 26 и 9 градусов цельсия вот наша вода это вода чистая которая приходит нам со скважины для полива и погружаем кондуктометр и смотрим на показания так 26 25 25 и 6 25 и 5 то есть 25 градусов цельсия вода электропроводность 0 95 миллисименсов современным кондуктометром необходимо от 10 секунд до минуты чтобы загрузить данные чтобы измерить электропроводность воды и когда уже данные измерены когда цифры стабилизировались когда они не изменяются это те цифры которые являются действительностью то есть у наших уже цифры стабилизировались 0 95 миллисименса электропроводность и 25 градусов цельсия и самое главное любые цифры которые были в период до конечных то есть которые там когда она еще загружалась пример там она мигала бы там 0 2 0 2 там 0 5 0 8 то есть и при изменении температуры являются недействительностью это всего лишь те цифры которые встречаются на пути к загрузке реальных цифр то есть это прибор просто загружал данные так что так так правильно измерять электропроводность воды потом его достаем он все по нулям видно что электропроводности нет значит прибор все показывают правильно немножко отступим от темы чем выше температура воды тем выше электропроводность чем ниже тем ниже электропроводность но зачастую современные приборы кондуктометры уже запрограммированы на эту погрешность по температуре то есть 0 95 0 94 миллисименса вода которая приходит и далее зная показания кондуктометра дали ему время определиться с показаниями правильно ведем стратегию полива наших растений 0 96 даже показывать то есть 009 электропроводность данного данной воды и так мы с вами научились правильно работать прибором кондуктометром который показывает электропроводность воды самое главное включаем даем время загрузиться помещаем раствор даем время загрузить данные и смотрим только конечные данные когда уже цифры стабилизировать это основа и любые цифры в которые мигали которые изменялись в период до стабилизации показаний не являются действительностью это всего лишь моменты загрузки данных и правильно считываем данные правильно применяем в во время полива во время выращивания наших растений получаем хороший урожай на этом принципе все советую вам подписаться на мой канал у меня на канале будет время самые свежие темы которые обсуждаются меня группе вайбере в комментариях под видео а также хотел добавить за комментарии давайте в комментариях напишите их если кто-то все-таки используя такие приборы кондуктометры какой фирмы вы используете за какую стоимость вы покупали где брали задавайте новые вопросы и на которые я буду снимать видео это будет все время самые свежие темы которые вас интересуют всем удачи подписывайтесь на мой канал делитесь данным видеороликом хороших вам урожаев